Кристалл Sky Communication представляет ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Двойной агент В фильме снимались Кури Хайм Бриджит Нильсон Голос, Шон и другие Голос, Шон и другие Продюсер Стивен Пол Режиссер Дункан Мак-Лачлин Режиссер Дункан Мак-Лачлин Режиссер Дункан Мак-Лачлин Режиссер Дункан Мак-Лачлин Я орел-тайный агент Борюсь с силами зла Чувствую присутствие вражеского агента Готов уничтожить вражеского агента Со всей предосторожностью Режиссер Дункан Мак-Лачлин 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 Лэнс! Лэнс, милый! Я знаю, что ты наверху. Поэтому незачем меня игнорировать. Я хочу сказать тебе пару слов, дорогой. Слышишь? Может, хоть раз в неделю позавтракаешь с нами? Хоть раз в месяц? Слышишь меня? Я хочу поговорить с тобой. Это не так? Я хочу поговорить с моим сыном. Ты угнал мой велосипед! Мам, быстрее догоним его на машине! Секретному агенту удалось вырваться с зараженной территории. Миссия выполнена. Лэнс, остановись! Ты сломаешь велосипед! Лэнс, стой! Боевая готовность. Боевая готовность преследует автомобильный транспорт. Увеличение скорости. Эй, ты слышишь? Сейчас же, Лэнс, остановись! Ты его сломаешь! Что с тобой случилось, парень? Остановись ты! Ты должен остановиться с лес велосипеда сейчас же! Добро пожаловать! круто, сэр. Ты опоздал. На 4 минуты. 23 секунды. Послушайте, меня преследовали. За мной была погоня. Мне пришлось добираться досюда окольными путями, поэтому я немного опоздал. Сделай кофе, конечно. Ложка сахара, конечно. Ладно, я пошлю эти документы. Я хотела бы получить информацию по делу Гаррисона. В среду, в 11.30, да? Да. Что, в чем дело? Нужна ваша подпись. Это дополнительная подпись. Что ж, я получила разрешение продлить наше любимое задание. Памела, почему вы так увлечены этими детьми? То есть никто не будет спорить с тем, что без сомнения эта программа отличная штука. Дети не будут, слонятся по улицам, они наберутся какого-нибудь опыта, но вам не кажется, что вы относитесь ко всему слишком серьезно. А как там этот паренек Лэнс? Я не знаю, что-то с ним явно не так. В самом деле? Он работает у нас уже три недели. Он отличный парень. Дай ему шанс. Возможно, вы правы. О, привет, Лэнс. Доброе утро. Спасибо. Берите, который слева. Почему? Там ложка сахара, как вы любите. Ты туда плюнул? Лэнс, вот хитрец. Ты знал, что делать. Смесь сахара, воды и кофе. Бесцветная, вкусная смерть в течение семи секунд. Лэнс, у нас есть... Сколько там сахара? Это мой, простите. Там четыре ложки. Я перепутал. Вот ваши, извините. Лэнс, тебе интересно, чем ты будешь сегодня заниматься? Я хочу поставить тебя на наблюдение. Это плохо, очень плохо. Следовало бы его отравить. У нас есть несколько заданий для тебя. Начальное задание сформирует твой характер. П, Д, Т. Проницательность, дисциплина, терпение. Три качества первоклассного агента. Задание. Первоклассный агент Лэнс будет выполнять сложнейшие задания. Супер. Лэнс, у тебя большой потенциал, но тебе надо научиться направлять энергию в нужное русло. Миссия, встретить девушку в соседнем городе. Ее зовут Шарлин. Орел должен спросить у нее, который час, она ответит, не знаю. Но есть и другой, более нормальный пароль. Особенно, если ты намерен остаться в агентстве. В принципе, на это и нацелена наша летняя программа для подростков, не так ли? Лэнс, ты готов приступить? Конечно, да. Орел встречается с Шарлином. Они ужинают в кафе. Это восхитительный вечер. Романтическая обстановка, свечи, красное вино, страсть везде. Миссия заключается в том, чтобы найти необходимого человека. Я предлагаю вначале поискать в ее квартире. Я годы. Долгие годы был уверен в том, что ты все же что-то имеешь против меня. Да что за глупости. Это из-за прошлого. Мы же были так молоды. А теперь все уже позабыто. Я уже не имею ни малейшего представления, о чем это ты. Просто у меня не было даже компьютера, а ты создал целую империю. Привет, милая. У нас гость. Это Руди Кисенбан. Рудольфен Кисенбан. Руди, очень приятно познакомиться. Нет, это мне приятно. Тебе не обязательно вылезать, милая. Итак, Руди, по-моему, прошло уже 17 лет с тех пор, как мы объединились. Так ты принимаешь все мои условия? Конечно. Отлично. Тогда мы можем перейти к следующему этапу. Мне позвонили из интернационального объединения бизнесменов для того, чтобы я создал особый компьютерный вирус. Тогда ты обратился по адресу. Мы все еще сбавляемся с компьютерами. Ну да. Малыш Батт говорил мне, что заварушка у Адамсона 5 мая – это твоих рук дело. Ну, мне это, конечно, лестно, но... Да, это я. Никогда прежде мир не был на грани исчезновения. Площади лесных массивов размером с футбольное поле вырубаются каждую минуту. Уровень углекислого газа в атмосфере никогда не был так велик. Совет по охране окружающей среды собрал научный комитет с целью сделать экологическое предостережение. 153 страны согласились согласить результаты данного собрания в попытке сохранить мировое... Да, все это я знаю. Давай уже прямо к делу. Объединение боится, что результаты научных докладов по экологии будут легализованы, сильно навредят их деловым интересам. Этот научный комитет откроет людям глаза на бизнес и его роль в загрязнении мира. Через два дня все полетят на это собрание. Вот план. Объединение хочет... Объединение хочет, чтобы ученые исчезли, необъяснимо, в Бермудском треугольнике. Это становится интересным. И вот ты вступаешь в игру. Они хотят, чтобы это было сделано при помощи особого тайного компьютерного вируса. Они готовы заплатить 12 миллионов долларов. Предлагаю разделить их пополам. Семь мне, пять тебе. Да ты не изменился, Руди. Если самолет отправляется через два дня, то у нас мало времени. Это ведь не так-то уж и просто. Но это отличный вызов. Я согласен. Ты великий человек. Ну, хватит дела. Давай-ка я кое-что тебе покажу. Тебе, несомненно, понравится. Мне все оставить здесь? Ну да, конечно. Ну? Это моя комната развлечений. Невероятно. Кстати, все эти игры подключены к моему центральному компьютеру. Да, она просто чудесна. Ты просто садишься, и она загонит тебя до смерти. Она великолепна. Посмотрим. Ну, как, удобно? Ну, а... Как ей управлять? Пристегни ремень безопасности. Затем нужно сделать вот так. Ад на колесах. Ад на колесах. Ха-ха-ха! Ру-у-у! Что это за игра? Что за чертовщина? Это не игра? Зачем ты это делаешь со мной? Да ничего личного, просто бизнес. Приятной поездки, Руди! Нет! Помогите! 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 Ничего не знаете о нашей посылке? Она уже получена. Я забыл вам сказать. Отправка почты была отложена. Вы хотите сказать, что она еще не получена? Она будет доставлена сегодня обязательно. Во сколько? Рано вечером. Хорошо. Джим, рано вечером. Нет, конечно, не экспрессом. Насчет кассет. Мы сделали компьютерный анализ этих кассет. Они определенно были записаны там, где мы думали. Ну да, ты что? Вспомни. Сюда. Давай мне. Это документы, я знаю. Я знаю, держи. Эта посылка содержит сверхсекретную информацию, просто суперсекретную информацию. Никто не должен дотрагиваться до этой посылки. На самом деле ФБР должно этим заниматься. Даже я не должен держать это в руках. Мне нужно, чтобы ты ее доставил, иначе я найду способ отравить твое существование, и я хочу, чтобы ты отдал ее лично в руки Сэму Уайнбергу и никому иному. Ясно? Ясно. Я заказал тебе билет на 10.30. Ты прилетишь в 12.40. Ты выходишь из самолета, видишь Сэма Уайнберга и отдаешь ему посылку. Он живет в 35 минутах езды от аэропорта. Парк Лэйн, 2.30. К 10.30 вечера ты вернешься сегодня домой. Ладно. Ясно. Вот, держи 200 долларов. А почему нельзя по почте? Она должна была быть отправлена еще вчера. Адрес на посылке. Ты вернешься домой, прежде чем кто-либо заметит твое отсутствие. Так, никому ни слова, особенно миссис Лоумакс. Конечно. Ты справишься с этим, конечно. Никому не скажешь. Ну, давай. Давай, пошел. КОНЕЦ КОНЕЦ Чем могу помочь? Мы хотели бы увидеть мистера Уайнберга. Мы хотели бы вас звать кивы щедрости. Дети в Боливии голодают сильнее прежнего. Мистер Уайнберг сейчас действительно очень занят. Как бы то ни было, наша миссия тоже не требует отлагательств. Здесь двое из прихода святого Эндрю хотят пожертвовать в пользу голодающих детей. У меня работа не в проворот. Пусть придут завтра. Извините, но завтра мы будем служить молебен. Пусть Господь вас благословит. Извините, что можно с этим сделать? Так, поговорим попозже, ладно? Сестра. Отец? Да, вы не вовремя. Это не займет много времени. Что я могу сделать для вас? Как насчет денег для прихода? Мистер Уайнберг, мы имели в виду нечто более особенное. Я не понимаю. Мы хотим получить ваш личный код доступа. Церковь щедро заплатит вам. Извините, я не смогу вам помочь. Мистер Уайнберг, к вам пришел Лэнс с посылкой. Извините. Пропустите его. Это займет всего лишь минуту. Мистер Уайнберг, к вам посылка. Спасибо, Лэнс. Отец, сестра. Извините, что прервал вас. Лэнс. Сэр. Лэнс, держи. Это не обязательно. Возьми. Купи мороженое. Спасибо. Ладно, Уайнберг. Ускорим события. Мы знаем, что для охранной службы ты чист как стеклышко, и нам нужна твоя карта. У меня ее нет. Я только создал эту систему, но я ими не пользуюсь. Последний шанс. Ладно, я достану вам все. Шевелись. Послушайте, вы не могли бы придержать все звонки? Мы будем долго молиться. Мистер Уайнберг? Сознавайся, ублюдок. Послушайте, у меня была тут какая-то карта раньше, но я не делаю их больше. Пожалуйста, вы должны мне поверить. Черт! Ребенок! Ты отдал ее ребенку? Ты тупой ублюдок. Мистер Уайнберг, вы в порядке? О, боже. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо. Вы спасли мне жизнь. Подожди, ты не спросишь мой номер? Вот ваш двойной чизбургер. Бекон, чили, две картошки фри и диетическое пепси. 8.30. Вот, десятка. Сдачу оставь себе. Спасибо. Лэнс Эллиотт, 17 лет, мужчина. Пайлот Роуд, 231, Филадельфия. Доставил посылку. Я думаю, что Уайнберг в серьезной беде. Она пришла от монахини и священника. Орел. Наверное, своим ходом полетел. Он пропустил самолет. Как нам теперь его искать? Он пропустил самолет. Теперь он может быть где угодно. Я думаю, что у нас практически нет шансов. Родственники, друзья, отели. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Алло, у нас небольшая проблема. Нам пришлось убить его. Какой-то парень доставил ему посылку, и мы думаем, что Уайнберг передал карту ему. То есть, вы не достали карту доступа? Нет, она должна быть у этого Лэнса. Полагаю, что вы должны все это выяснить. Конечно. Есть еще одна проблема. Компьютер на борту самолета требует пароль. А мы можем его генерировать из документов полиции? Осталось 29 часов до начала операции. Я думаю, мы успеем. У нас будут все нужные пароли. Мы со всем справимся. Так, ладно, запиши вот это. Встретите Джи Рэдли в Лос-Анджелесском зоопарке в 1 час 30 минут рядом с шимпанзе. А сколько? В час 30? И возьмите 20 тысяч долларов. Ладно, будет сделано. Ладно. Эй, придурок! Сегодня завершилась подготовка к хорошо известному вам будущему собранию научного комитета. Многие выдающиеся бизнесмены предсказывают, что оглашения результатов научных докладов могут разделить мир на рождующие лагеря. Привет, я Дебби. Позвони мне, и ты узнаешь, что такое настоящая страсть. Итак, записывай. 191-007-699-666. Убедись, что ты тоже можешь чувствовать свои желания так же хорошо, как и я. Позвони мне. Здравствуйте. Я звоню по поводу доставки еды в номер. Мисс, я хотел бы большой гамбургер и яблочный пирог. Добрый вечер, сэр. Можно ваши ключи? Можно ваши ключи? Мне нужно отогнать вашу машину. Не трогай ее. Не трогай ее. Привет, парень. Привет. Твой обед. Яблочный пирог? Спасибо. Мне нужна твоя роспись. Ладно. Ну и откуда ты? В Филадельфии. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Вот, держите. Большое спасибо. Приятного вечера, приятель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Может, он вышел куда-то? Ладно. Ладно. Ладно, парниска. Игра закончена. Мы не причиним тебе вред. Нам просто нужна карта доступа. И тогда мы просто уйдем. Ты слышишь, парень? Мы не собираемся тут торчать. Где карта доступа? Проклятье. 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 Ты пройдешь. Самая карта. Получая карта. Б youngest выигрыш. А? Получилось понятнее. Проклятьеете в отчетку. Я ничего не могу вам сказать У тебя есть последний шанс Где карта доступа? Я не понимаю, о чем вы Какая карта? Какая карта? А, это карта? Кончай с ним и пошли Нет, ты стариф, прости меня Нет, нет, нет Субтитры сделал DimaTorzok Очнись, старик Очнись, прости меня, пойдем Ну давай же, очнись, я не хотел, ну давай Пойдем Машина Дай-ка я посмотрю Ты просто кусок дерьма Можно мне мою машину? Она вон там Хорошо Погодите минуту, это не твоя машина Это машина моей семьи, папы и мамы Но тебя не было с теми парнями Подождите, подождите Стой, проклятие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ты видишь машину? Ладно, давайте действуйте Окружайте ее Только все по инструкции ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот дерьмо Редли рядом, шимпанзе Алло Алло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА